Дамы нетерпеливые немного нервно обмахиваются веерами. Кавалеры поправляют перчатки. Атмосфера волнительная, впереди самая настоящая новогодняя сказка. Молодежный светский бал. Звучит музыка. Пара рука об руку статно выходит в центр зала. Любой бал традиционно начинался именно с гранд-марша. Торжество этого года получилось эклектичным. Танцоры буквально путешествуют сквозь эпохи. Начинают в средневековье и плавно движутся к вальсам века 19-го. Пятый по счету юбилейный бал решили сделать тематическим. Выбрали маскарад. Смешение эпох, стран и традиций. Маскарад не что иное, как любимая забава аристократов в любое время, в любой стране, в любую эпоху. И маски позволяли даже королям ненадолго скрыть свою царственную сущность и развлечься как простой человек. Обычно организаторы светского бала строги к выбору нарядов. Для дам обязательно длинное платье соответствующей эпохи, для кавалеров белые перчатки. В этом году полный карт-бланш. Формат маскарада позволяет использовать разные образы, в том числе сказочные. Подготовка длилась два месяца, в течение двух месяцев мы обдумывались свои образы. Лично я руководствовалась тем, что скоро Новый год, собственно, близится сказка. А сказка – это, естественно, феи, волшебство. И образ феи, в котором я сегодня буду, как-то получился сам собой. Грациозный минуэт, напористый или застенчивый вальс, быстрый бранель. Танцы на маскараде сменяют друг друга, вовлекая немногочисленных зрителей в атмосферу загадки и таинственности, где под маской может скрываться кто угодно. Моя дочка пожелала участвовать в этом балу, а, к сожалению, партнера не нашлось. Поэтому я в поддержку превратилась в партнера, обрела такой образ. Волнение есть, такое возвышенное волнение, предчувствие праздника, какого-то события такого грандиозного, большого. Чтобы создать интригу, не обязательно носить непосредственно маску. Достаточно выбрать яркий образ, перевоплотиться, примерить на себя другое амплуа. Например, сменить офисное кресло и годовые отчеты на мир галантных кавалеров и загадочных дам. Я решила, что костюм вполне компенсируется, что, собственно говоря, подтверждают исторические источники. Часто дамы одевали просто маскарадное платье и не надевали маску. Одна девушка, насколько я знаю, пришла в турнирное платье, набрала его на прокат. Есть много ампирных платьев, ну и стилизация под крестьянские наряды, конечно же. Без этого тоже не обходился ни один маскарад. Под каждый костюм найдется свой танец. Репетиции начались за два месяца до торжества. Желающих было около сотни. До дня бала дошли всего 25 пар. В завершении вечера у танцоров будет выбор – снять личину и раскрыть инкогнито или оставить без ответа классический вопрос. «Маска. Кто ты?» Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.